что у меня там сейчас я ввел ну на о себе вот это тут только сейчас про пятерку сказал да фрикцион даже срабатывает нихрена си я понимаю одна поклевка база успех попозже зайду на нее покажу вам как нам на территории но тут недалеко проехали минут 10 от базы может даже 7 минут в общем от 5 до 10 минут вот и начинаем постановку что такое постановка сейчас вам расскажу значит по эхолоту производится поиск коренья на том холосте значит у нас просто потом тоже переключим как губин от сообщества garmin кто пользуется тот поймет что да а здесь у нас непосредственно структурник именно по дну скана структура мы поэтому структурник ищем корягу она будет ярко выраженную будет вид как торг вот есть у нас отмечены уже коллеги вот то есть наши пути как мы делали постановку то есть мы можем встать принципе на вчерашние корень спокойно и ловить на них и можем соответственно эти новые корень которые будем отмечать и потом их тоже облавливать побыстрее чтобы самое сложное это именно первый день когда начинаешь искать ставится и на это очень много так что ищем смотрим как только что-то будет продолжим ну вот видно типа бреночка такого да но вокруг нее немного рыбы вчера было больше вот мы и вот тут отмечено на карте а вот как раз вот этот маленькая коряжка то маленьким символом побольше коряга большой символ вот а тут уже вот свет вот она и прям очень хорошо видно отсвечивает солнце вот коряга ну посмотрю да и вот даунска вот видно рыба стоит это однозначно судаки и нам нужно взять на том охоте тоже то есть можно но это для просто для для сверки для того чтобы ловить скорее конечно же нужно иметь электро якорь без него наверное будет сложно перейдеть сейчас олег выставится выставляется конкретно под корягу то есть либо корягу мат наставляем подальше метров двадцати вот тут сумма судаков но видно как они стоят такое небольшое скопление в этом и даунска не вот она коряжка но олег уже опытный товарищ он очень хорошо выставляется это тоже нужно учиться делать ну с опытом она приходит там несколько раз когда встанешь и получишь поклевки будешь понимать что уже верно встал мы устанавливаемся на якорь и начинаем облавливать наш корягу дальше буду уже рассказывать сейчас камеру повешенную грудь и буду рассказывать уже именно о подаче приманки коряга находится сейчас под нами так мы на нее наезжаем и немножко с левой стороны чтобы нам обловить левую сторону коряги ну левая соответственно это по 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 ходу движения катера да то есть если я начну ловить то это с моей стороны это будет справа поехали так ну что олег начал уже облавливать я сейчас камеру на грудь и дальше буду рассказывать какие мероприятия проходим проводим значит наша задача сейчас облавить корягу сделав ну не знаю от 5 до 10 забросов ну как минимум у каждого на 3 приманки обычно на корягах поклевка более уверенная чем сплата потому что судак там обитает на коряге какой-то раздражитель для него он сразу вылетает и хватает ну по крайней мере я это ощутил по поклевкам и понимаю что сначала мне олег говорил рассказывал про это я как-то думаю ну как же он там вот как у нас там на волгоне там но у нас там течение нету у нас на волгу получается что термоклин а здесь какой термоклин здесь вода 21 градуса она ровная наверное там потому что чая не придется перемешивается вот думаю что тут совершенно другая ситуация тут может быть такое что он в течение дня неважно во сколько ты ловишь потому что мы ловили и в три дня у нас были поклевки и в час и в десять утра то есть и в пять вечера то есть вот мы тут по корягам как бы шли вчера позавчера вот можно сказать там тренировались да и были поклевки на протяжении всего дня это говорит о том что но выходим на питание он питается тогда когда хочется вчера намотал новую плетню путемку и буду ловить без поводка у меня у меня значит 40 грамм и поролон как с такими загнутыми крючками как не зацепляйте мне в принципе все равно где тут такая коряга я буду сначала ее искать и нащупывать как только я ее нащупаю я ее буду стараться обводить сейчас первый заброс у меня как раз такой пробный посмотреть пройду ли я пройду ли я эту корягу пока пройдешь пока она под нами пока точно пойдет говорит что коряга под нами поэтому я ее сзади ее облавливаю я поэтому сюда и встал чтобы поднести к мне поближе к задней части в этом плане мы вчера уклавили на 32 грамма 34 вот я ставлю пока 40 грамм на самом деле комфортно уклавить на 40 вообще нормальная проводка на 40 граммовый здесь нормальная проводка пауза классическая ты на 40 да? я и вчера на 40 не поймал я там ставил больше а здесь 28 ну вот как раз попробуем ты на 28 а я на 40 просто скорость тоже падение важна ух ты ух ты я не знаю да как он вывернулся камеру будет видно наверно да да думаю даже знаешь может сами поставить не более так да не можно считать вот я допустим 4 раза забросил 5 забросов и опережаем 15 минут вот здесь вот законнектить бы я говорю что это гармин было бы вообще круто попробуем еще раз постараемся а ты у нас тогда а он не подсоединяется он не подсоединяется либо надо подсоединить к ну телефону надо посмотреть так ну вот моя вчерашняя приманка вот 40 грамм и вот такая вот у меня тоже сиреневая поролоновая рыбка коротенькая не длинная хотя я позавчера ловил на 20 сантиметровую длинную вчера сработала эта но я еще поменяю и соответственно чтоб ловить на корягах крючки должны быть убраны меньше будет зацепов посмотрим если что я там поменяю мне главное попробовать обвести корягу и показать это ребятам вот 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 я ее ввожу видишь вот вот я в нее уперся чем тяжелее тем она быстрее зацепится вот фишка в том что ты подрываешь и она должна у тебя пролететь надо вот вот я ее чувствую я ее пройти пока не могу тяжелые приманки это сделать сложнее я ее не зацепил но я ее пройти не могу она слишком такая вот это у нас здесь злая это злая ну вот я ее видишь я ее не зацепил я сейчас попробую ее по течению скину и еще раз пройти ну тоже опасно побыстрее я не могу ей пройти да вот это уже ступенькой не обойти как вчерашний не обходил можно только можно только за ней постучать по дну вот но обвести я ее не могу то есть есть коряги ребят такие которые ну никак не обвести вот я джигой упираюсь в нее и не могу ее подкинуть согласен в рогатку попал да а посильнее дергнуть у меня это самое дело вот надо да да ну я тебя так пока посыплю да надо грудик не поменьше поставить да она будет такая более управляемая да да вот вот в принципе можно даже ставить 24 ну да да у меня просто 24 нет я поставил 24 коряга она у него залетает и на зависает секунд висит над корягой не только чуть коснулся он об еще два оборота опять висит над корягой он так корягу проходит он не проходит ее сбоку ну конечно сбоку проходит но он умеет вот так не до 10 секунд так вес так настраивает что у него ну он просто сидит и разговаривает ну она висит да не раз опустилась не раз еще оборот все с тобой разговаривали я сейчас поменяю груз то есть вот такая тема ну вот ребят да понятно я не могу пройти корягу нацепа нет у меня вот но придется нам сдать назад для того чтобы я эту коряги выпущу потому что если я начну сидеть дергать то я просто не заблю ее на дорогу бля а у меня там врагатки на нос ходи сейчас о есть а да ура приманка спасена это тоже немаловажный фактор не отцеплять это тоже приятно так ну чё я тебе могу поставить немножко правее да давай давай а я сейчас грузик поменяю будет у тебя правее ты будешь кидать назад и будешь вот с этой стороны давай давай попробуй попробуй так и делай а я пока буду делать спиннинг менять груз я поставлю да у меня есть 24 возможно насколько коряги лег она не упирается туда она более такая управляемая вот 24 преимущество такое что-то на горяге вот именно может целый ну целый день да да выхода никакого да ну вот он стоит и он из-за укрытия атакует ну я это на вчера на вчерашнем примере да у него атака происходит да такая я потому что он злеет злеет получается смотрел это потому что атакует за укрытие да и он может атаковать ему у него приманка это может быть вообще как раздражитель ну только он атакует даже не голодный он ну около его дома да да как раздражитель и он просто хочет ее съесть чтобы она больше тут не маячила вот это кстати как вариант такой нормальный мне выманить пустить ему раздражитель и выманить его из своего домика вот 28 грамм та же приманка у меня поролон с спрятанными крючками да опускается намного больше конечно с вот смысл чтобы он завис над коряги это на в иной раз для удачных установки нужно несколько раз может быть выставить чтобы приманка проходила в точности там ну профессионалы конечно они встают сразу с первого раза плюс еще важно очень один человек ловит или двое ну когда трое вообще невозможно троим угодить зацепил у него это у меня там как получается я буду рулить ты говори куда сейчас попробуем отцепить заедем за корягу если кто не знает как отцеплять приманки где сохранить еще и на работу все отцепили молодцы сейчас олег выставиться заново . где мы стояли тут бывает дольше выставляешься выставляешься 10 минут мы уже на точке 20 минут это ловлю туда копчить под коряг не стоит это мы вот на двух точках здесь закончим надо отбивать не попасть на надежды на течение я надо было параллельно зато если я рядышком не пройду меня есть шанс получить подъем он же и не только коряги да он же и рядом он может выйти конечно рядом тоже с него есть кстати прошел бы я не добросил но теперь понимаем что такое злая коряги то такой добрый за проводка такая по времени больше более больше на 40 грамм я думаю что должно быть а там потом когда мы переедем там в течение опять 40 вот две точки 27 минут ну давай ускоримся надо вот включать таймер давай ускорить проблем не вижу слышал на вчера был менее активный просто больше повезло у максима ни одной поклёвки помнишь как я вчера здесь пять поклевок ну да 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 ну вот у максима вообще не повезло ну во первых у тебя приманка была рабочая уже разлом пусть она склеенная заклеенная а я подбирал у меня вообще здесь поклевок не было но это другая вот эта коряга вот но это другая да дерево это не так которую мы обводим вот она круто мы сейчас у нее вот такая не 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 мы сейчас вот 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 захожу вот это мы обвозим это нам не обвести а это нам не обвести да это верт я захожу на нее вот и елли полки нифигасе какая она красавица ну да эту как обвести это вообще они в саре 1 2 3 только сбоку и обловить кусты с одного боку даже менее обвести на вот эти зажатой мы все-таки вот на этот встанем он она тоже в том показывает смотри как там помедленно чуть-чуть тут сжата она так тонны быстрее ну давай давай мы все таки вот на ту корягу но на которую мы обводим добро да хорошо потому что там стояла несколько так ты поставь меня тогда на точку и половину и паре покажение как она как я вижу дубинка полотенка ты красиво да 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 отмечена отмечена длинная на длинные дубины вот она то очень интересно за это но мы перед новым перевал я перекидываю через две-три ветки это тройная кота да вот они раз-два-три и мы я получается ее три раза прохожу да она вот нужно было вот так вставать нам ловите но попасть мне нужно прям параллельно забросить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем он сам подальше сзачок вводит Не, он здесь не только сзаряки, но с разбросом Ну вот, теперь она сзади Назад получается, 20 метров Прямо четко, да? Было? Либо коряга, либо... Подмотки, да? Да, на подмотке Тормознул он серьезно Тормознул Тормознул Дождался? Да Ха-ха-ха Ну давай посмотрим, кого-то там дождался Подтягивает Наверное, сама тащит Не пойму, Сережа Так, вроде по поведению судак Но это прям пятерка Да, он подбагрился Да? Да, он за холд А-а-а Там хороший судак Вон какой Да-да-да-да-да Подбагрис Давай, отпускай Отпускай, отпускай Ну, красава Ну ладно Поздравляю Спасибо Парни Вот, это уже Около двух Около двух Ну-ка Давай-ка, давай-ка мы посмотрим Дотянул ли он до двух Похоже, да Похоже Похоже, около двух Ну-ка, 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 ну-ка Весы Ждут своей добычи Смотри какой Да, промазал Ну-ка, ну-ка Может и два не быть Это По-моему Полтора Где-то Сейчас, погоди Дергается Ну да 1.8 Опять я Добил их 1.8 Ну вот так вот Олег Александр Александр Савчик Нет, нет Он Нет Это Ну Уже не сильно загибает Уже не сильно загибает Хороший Ну смотри Как взял Взял зачет Давай Сейчас отпустим У вас смотри Беги дорогой Прям головой вниз Пока Что у меня там А вот она Сейчас я ввел Не пятерка Не пятерка Ну да Не пятерка Ну да Не пятерка Ну да Вообще Завтра Сказал Да Да Слушай Блин Фрикцион Даже Срабатывает Так Надо Да Вот это Он Под этой Коряге Я слабил фрикцион Не поднимаю Не помогу Поднять Ни хрена себе Прям она О, начал качать Вот это Я понимаю Одна поклевка И ты уже Блять Вот она И вот она Посмотри Как он захерачил Ух ты Полностью 7 дюймов Это Ну что Все ну полто даже меньше чем вчерашний рассказал 18 побольше 18 ладно все равно это зачет саш но нас не перебил олег пока мы пока лидируем я так на камеру саша знаю что будет смотреть это видео все пересматривают видео мои да у меня самого-то адреналин вот перед корягу виду вот перед корягу перед корягу сначала перед корягу он здесь начинается уже коряга еще пока играет видел заткнулок перед корягой были ну как так на большая приманка что да да ну прям ну конкретно был удар я прям веду тут перед корягой прям но видно не крупно сюда как бы да но тем не менее он заинтересовался этой красной бестией смотри видишь еще сделал смотри у меня просто перевернул у нас вывернул ее до вывернул наизнанку но это было утром удалиться это было да я посмотрю что это ход что не и это я или вот тут это вот метод не крючком не это крючок ну короче где то что-то но у меня так много корешки ждем проводку а потом опа не так не то корешку сейчас мы так ждем и грамм да блин бахнул так что на поклёвке вот это да вот из-под коряги но это жестко блин поклёвка либо давай надеюсь у меня за цветов зацепился побил 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 какая вы поклёвка игра мне нужно было две всего проводки а он видишь оказывается на первую да вот там жил сейчас мы взвесим все есть два и пять точно есть как он да вот это поклёвки на поклёвки просто сначала под зацепил так раз подергал вот думаю ну только у меня на паузе пошло и он оттуда вышел кушать вот это завершение мы сейчас как раз на обед хотели ехать вот это оранжевую поставишь ты кстати держался еле-еле вообще даже у меня адреналируйте трясутся не трясутся мне у меня прям так волнительно было конечно да слушай мы я ожидал что вот прям час оранжевая на ну да тоже держался он так себе так сидел чуть-чуть он могу сойти если бы слабую первый раз первый раз не завели бы тоже на трёх 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 точно заведела туда нас половина красавчик слушай но вот это судак из-под коряги то есть о чем мы снимали видео да вот такие слабо оттепливают из-под коряги все мы завершаем на этой массе как ты последние два заброса да я говорю я олег говорю ну да мне говорит на обед пора я говорю дай мне два заброса я сейчас оранжевую то есть раздражитель ему дам вот потому что до этого была у меня такая ну красная была поклёвка как делая вот и дал ему раздражитель оранжевый пожалуйста все до новых встреч